Приветствую вас, и знаете, что я думал? Я думаю, что вы задаете довольно, знаете, осторожные вопросы. То есть, недавно был вопрос про поглаживание по спине, вот. Я полагаю, что это были вы. Теперь вот такой вопрос, который вы задаете. То есть, такое впечатление, что вы ходите вокруг да около. По факту, по факту, боясь сблизиться, видимо, с мужчиной, например. Вот. И, соответственно, истолковое, более, скажем так, предвзято, более предрастно, то, что человек к вам проявлял. Все бы ничего, но проблема заключается в том... Именно проблема заключается в том, что вы, по сути дела, пробуксовываете. То есть, вы не двигаетесь вперед. Как бы мы не интерпретировали, вот, то, что вы описываете, как бы мы не интерпретировали. Реальная ситуация, скорее всего, другая. То есть, да, скорее всего, скорее всего, это значит, что это больше, скорее всего. Но, что бы это ни значило, знаете, что бы это ни значило, вы все равно находитесь на преднем месте. То есть, место в отношениях, на котором вы находитесь сейчас. И эти слова многозначительные, да, которые, словно в любовных романах, наделяются большим смыслом. Эти действия, которые, словно в любовных романах, воспринимаются чуть ли не как что-то интимное, да. Все это, по сути, является замещением реальной близости. Реальной близости. Только потому лишь, что вы ее, этой близости, боитесь. Вы боитесь идти на сближение, вы не уверены в себе. Понимаете? И я считаю, что можно задать много вопросов на эту тему. И еще. А я считаю, что можно очень много вопросов задать. И еще. На самом деле. Но будет ли в этом какой-то смысл? Будет ли в этом что-то хорошее? Будет ли для вас какой-то прогресс? Подумайте об этом. Вот. Хотя бы. Хотя бы. Если мы скажем вам что допустим да за этим стоит что-то большее. Да? Если мы вам скажем что это изменит лично для вас. А если мы скажем, что нет, ничего за этим не стоит. Что это изменит лично для вас? Понимаете? Понимаете? О чем идет речь? Дальше. Чтобы реально ответить вам на вопрос нужна личность мужчины. что за всем этим стоит. Ну я так думаю, что вы женщина, а говорит вам это мужчина. вот. Так вот, нужна личность мужчины, чтобы понять, что за всем этим стоит. Понимаете? Только так. И никак иначе. по-другому не получится. По-другому не получится. Потому что люди в зависимости от своей культуры, от своих ценностей, ценностей, от своих взглядов, от своих предпочтений, от своих точек зрения, от своих религиозных взглядов, да? Если они есть. Люди по-разному реагируют. И по-разному выращают свои чувства. Понимаете? И если, например, с нашей точки зрения спасибо за то, что ты есть, выглядит действительно как что-то большее, да? Вот. То может быть мужчина говорит так. всем. Или может быть даже не всем, но для него это нормально. Сказать такое для него нормально. Понимаете? И мы, если примем на веру то, что вы вот нам даете, да? Если мы примем на веру, то мы, получается вас обнадежим, дадим вам надежду, которая может столкнуться с разочарованием, если это будет не так. Понимаете? потому что, спасибо тебе за то, что ты есть, говорит о том, что да, я хотел бы чего-то большего, но я не решаюсь. А судя по тому, что вы пишете про прикосновения, да? Ну, то есть, вот, что там у меня по спне, там, гладил и так далее, что это значит, да? Вот. То и вы тоже нерешительный человек. Понимаете? И не готовы сделать первые шаги. Поэтому я очень рекомендую вам перестать задавать вопросы такого типа, да? Потому что они ни к чему не приводят. и, например, задать вопрос с полной ситуацией, с полным описанием ситуации, либо взять несколько консультаций у эксперта, который вам понравился бы и которому вы могли бы довериться. Довериться полностью. Где в ходе индивидуальной работы будут изучены именно ваши нюансы, особенности и так далее. А не будет каких-то общих фраз. Понимаете? Потому что, по сути, вы хотите, чтобы мы сказали наобум. Это непрофессионально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!